Привет, мои дорогие! Это заключительная серия похождения двух интеллектуально одарённых пиратов, так что если вы тут впервые, то логичнее будет начать с первых двух частей. Он далеко от дома, он потерял брата, но не веру в себя. Джерми вновь на каком-то песчаном берегу, словно в начале той глупой истории с утопией и Алкином. Однако теперь Джерми Альбатрос горит желанием не только выбраться отсюда, но и вернуть к косметре должок. После сумбура в конце прошлой серии, Джерми засосала воронку вместе с частью команды. Опять без корабля, опять берег неизвестного острова, опять команда из пяти человек и опять первый уровень. Ах дерьмо, здесь мы идём снова. Слабый человек расстроился, что его герой снова лох с горы, но мне такие приколы не впервой. Сейчас вы охуеете, но вся эта миссия – аллегория к событиям 1790 года. Как оказалось, острова, на которые мы попали, называются Баунти. Да, прям как в Новой Зеландии. И их тоже 13. Острова эти названы в честь одноимённого корабля, капитаном которого в своё время был англичанин Уильям Влай. Суть в чём, чувак как обычно выполнял свою работу, но вынужденная долгая остановка на острове Таити повела за собой жёсткие проблемы с дисциплиной команды. Прибалдевшие матросы решили, что капитан-то им в принципе и не нужен. Не, ну а чё? Лучше вернуться и ещё раз присунуть толпой в больной венеричкой даитянскую девку. В общем, суть не в этом. Остались и верные капитану люди. Всех их посадили на лодку и отправили на все четыре стороны. Уильям Влай вывел команду до ближайшего города, колонизированного европейцами – Тимора, тем самым спасший им жизнь. Как и наш капитан Джерми, преданный тем, кому он верил, несмотря на некоторые разногласия. Оставшись с кучкой людей, без провизии он преодолевал такой же тяжёлый путь до ближайшего города. Есть ещё несколько забавных совпадений с историей Уильяма Влая. По типу мечт Джерми о книге по его приключениям, внезапном нападении туземцев и объявившегося в свежезахваченном городе какого-то Тимора. Но это немного притянуто. В общем, либо это полный ахуй, либо моя шизофрения прогрессирует. Ибо позже Джерми говорит, что это острова Гилберта. Тогда получается, что эрофийцы, занявшие эти острова для удобной торговли – английская колония. Ой, всё в пизду. Моя гоблинская башка не может так долго думать. В любом случае, мы сейчас находимся очень далеко от континента, и единственный способ вернуться – построить путеводную звезду, то бишь выкопать Граль. Миссия сложная, но геймплейно также не менее захватывающая. Когда мы одолели всех врагов на поверхности и спустились в подземелье, оказалось, что демоны-штанички в отличии от меня не просиживали, и накопили себе очень много войск. Конечно, я бы мог и их истребить, но смысла в этом мало. Почему? Да потому что выкопать Граль можно на стелсе. Что? Какой стелс в героях? Ты совсем уже на своем воле помешался? Дело в том, что в подземке есть небольшие островки спасения, куда враг попасть не может, а также несколько святилищ. А как мы знаем, вошел в святилище, значит в домике. Даже если вдруг какой-то некромант или одержимый решили вдруг там помолиться. Но нельзя. Не по правилам. Находим краль и также аккуратно выбираемся из демонической клоаки. Стелс и герои это просто гениально. Обожаю команду Хоты. Ну что ж, пора уже и это дела решать. Отдаем местному шаману Граль, а он вызывает путеводную звезду. Идем искать брата. А Бидли тем временем очнулся хуй по мигде. За спиной был погасший портал со всеми его друзьями и недругами, а впереди было что-то похожее на морское дно. Вокруг плавали рыбы и водоросли, но дышать все же можно было. Пролетающая мимо фея подсказала, что мы сейчас находимся в плане воды. Что ж, все еще веселее, чем у Джерми. Бидли совершенно один в странном чужом мире. В одном из городов мы встретили Тритона Маринуса. Он подсказал, что попасть в любой стихийный план вообще-то занятия не из легких. А покинуть еще сложнее. Ибо лорды стихии сейчас озабочены войной с Криганами и боятся возмездия с их стороны. Но не все так плохо, выход все-таки есть. Портал в крепости Кралгейт напрямую ведет назад в адекватный мир. Если Бидли еще хочет оставаться в игре, ему придется открыть крепость с тремя ключами и победить всех ее защитников. Короче, с горем пополам мы таки захватываем еще два города сопряжения, чтобы навербовать себе как можно больше воинов. Ибо в крепости сидит вот это. Но пиздец в том, что накопить сильно войск мы не можем. Ибо постоянно из портала вылезают лорды стихий. И до конца мы с ними расправиться не можем. И лучше вам не знать, сколько времени мне пришлось потратить, чтобы додуматься подставить Бидли под этот портал. И спокойно проскипать какое-то время. И даже так я все равно на тоненького взял этот Калгейт или как его там. Вот это рыбалочка конечно вышла, да. Даже опарышей после такого пекла не осталось. Что ж, любому коварству приходит конец. Косметра, вероломно похитившая у Бидли Рог Бездны, боялась, что за ней придут. И не зря, братва снова в строю и уже рвется к власти. Эта ведьма совсем не скрывается. Каждый пьяный матрос в Регне знал, что она находится в своей резиденции вместе с Рогом Бездны. Даже самые страшные душегубы, как ужасный Стэнли, засели по домам, поджав хвосты. Вся чертова империя Бесконечного Океана затаилась, как крыса в трюме. И ждет, что будет дальше. А дальше будет следующее. Истребляем с подкачанными пацанами всех подсосов Косметра, отнимаем их города, копим армию, собираем штаты, разбиваем в пух и брах войска Косметра, насаживаем на нож и спокойненько шепчем на ушко. Пасаси. Ну все, конец истории, мои дорогие. Да блять. Еще одна миссия. Косметра дала съебу в портал, так и не дав удалить жажду мести братьев. Рог Бидли забрал себе, фактически став королем пиратов. Формально Рэгда уже несколько лет не была государством. Пусть ее и продолжали называть Империей Бесконечного Океана, после смерти старого Харака Девятого его наследника обнаружить не удалось. И государство погрузилось в междоусобные войны. Наиболее удачливые капитаны добились такого обширного влияния, что могли решать судьбу целых обширных территорий. А когда они помирали или теряли хватку, все возвращалось на круги своя. Теперь уже Бидли звали королем. А это означало, что его не только боятся и уважают, но еще и ненавидят. Эта миссия? Полный ахуй. Против нас будут сражаться... Загибайте пальцы. Официальный представитель Бракады, скромный слуга бессмертного короля Гевина Магнуса, Салмир. Лорды стихий, оскорбленные недавними делами Бидли. Внимание! Даргем с кучкой недовольного сброда капитанов и наемников. И даже Ниганцы, которым этот Даргем шепнул о крутом редком артефакте. Причем тут Бракада, спросите вы? А все просто. Волшебник Ксантер, которого Бидли спас из Крилутской тюрьмы и которая рассказала ему, собственно, о роге бездны. Решил так нас отблагодарить. И чтобы вы поняли, насколько мне было тяжело, через три попытки на семь часов геймплея я загрузил предыдущую карту, чтобы набрать статов героям. А после провел тут еще пять часов. Погружаться в пересказ всего геймплея этой миссии желания особо нет. Она очень объемная и, по своей сути, дающая нам большое поле для разнообразия прохождения. Самый кайф в артефакте. Рог бездны, по сути, позволяет фангармить. Что-то типа Некромантии или Демонения, но круче. Прям в бою позволяет поднять довольно крепких существ пятого уровня. И работает это даже на вражеских отрядах. К слову, у наших ребят в свое время была подобная карта для турнира Фестиваль Жизни. В общем, я вас в очередной раз уверяю, что компания хотовцев – шедевр искусства. И призываю попробовать погамать самим. Ну, это, конечно, не для всех, признаю. Игрокам в Джеблс будет сложновато. У любой истории есть начало и конец. Это началось в пивнушке на берегу Крюлода, а закончилось на поле боя, посреди тел мертвых врагов Короля Пиратов. Теперь долго никто не посмеет посягнуть на его власть. Рок бездны принадлежит только Бидли. И он доказал право на него кровью. Но не поглотит ли бездна его разум? Честно говоря, садясь за компанией героев, меня всегда выворачивало наизнанку. Сюжетно оно может быть и интересно, но геймплейно… Тут компания и хоты стали большим исключением. Им действительно удалось найти почти идеальный баланс между этими двумя аспектами. Это были воистину 55 часов кайфа с учетами переигровок. Так, с тебя лайк, коммент и подписка. И до скорой встречи, мой дорогой гоблин.